Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, может ли Бог открывать особые знания, которых нет у других людей? Но, с одной стороны, конечно, Господь может, Господь дает разные таланты людям, и одни люди больше знаний каких-то гуманитарных в силах получать, другие больше знания в точных науках. Третьи люди в науке не сильны, зато они в практических знаниях, они знают, как починить тот или иной механизм. Четвертые люди обладают творческими знаниями, они знают, как выразить то, что в душе, в разуме, воспринимаясь через прекрасную музыку, или написать прекрасную картину, произведение искусства какое-то сделать. Как мы видим, действительно, Господь дает разные знания, но все это знания, несмотря на их необходимость для нашей земной жизни, на то, как они ее украшают, делают удобней, приятней, ну, культурней, можно сказать, это все равно все те знания, которые этим вопросом не охватываются, потому что прежде всего нас интересует знание, знание о Боге, знание о спасении души. И вот здесь о том, что какое-то религиозное знание, может быть особое, которого нет у окружающих людей, этот принцип одно время вглавенствовал. Он главенствовал в ветхозаветную эпоху. Господь взял и сбрал ветхозаветный народ, один, для того, чтобы подготовить свое пришествие. И Господь ему давал божественное откровение, заключал с ним завет. Язычники не знали того, что знали иудеи. Однако и внутри иудеев точно так же Господь брал, и как мы поем в символе веры, и Духа Святаго, глаголовшего пророки. И Дух Святой, глагол через пророков. Не все было открыто людям, а пророки от Господа получали больше. Именно не за счет того, что даже они каких-то знаний текущих получали больше, а они получали больше знаний. Их главное служение было пророчествовать о пришествии Христа, готовить людей к Нему. И поэтому пророки, они, можно сказать, свое знание из будущего, будущего вот этого пришествия Христа, людям окружающим благовествовали. Мы же находимся в ситуации новозаветной. Новый Завет, он потихонечку раскрывался, как вот бутон цветочка, и мы видим, как Господь идет, проповедует, и говорит, притч о сейтеле, например. Вышел сейтель сейт, вот посеял там при дороге, тут в тернии, тут на каменистую почву. Не толкует большинство людей, а апостолам отдельно истолковал. Говорит, вы уже готовы слышать. То есть тоже мы видим, что был момент проповеди Христа, когда Господь берет и что-то окружающим его людям в притчах говорит, и считает, что остальное они не воспримут. А апостолам детально разъясняет. Однако наступает вот такой момент, в котором мы живем и сейчас, этот момент непрекращающийся, когда все духовные знания, они становятся открыты. Открыты, и вот поэтому тоже открываем мы Евангелие от Матфея, самую последнюю, заключительную, 28 главу. Ее каждый священник хорошо себе представляет, потому что из нее самый последний, заключительный отрывок читается во время Таинства Крещения. То, что крещеному человеку ему правда дается больше, чем некрещеному. В частности, в Таинствах Церкви Господь, вот как мы помним, Лука и Клёпа шли, и Господь им дал ум, разумейте, Писание. И они вот открыли для себя Писание и смогли из него больше понять. Конечно, тоже особые знания Господь дает в Новом Завете всем людям, которые участвуют в Таинствах Церкви, которые крещены, которые приобщаются к святых христовых тайн, то есть от благодати своего крещения не отступают. Однако внутри Церкви нет людей с особыми знаниями. Это очень важно помнить тем людям, которые любят искать каких-то особых старцев, особых наставников, что-то искать, какую-то экзотику, что-то тайное, такое гностическое знание. Нет. Церковь святая еще в годы гонений, самые первые ереси, ереси гностические, гностические, гносис, знания, то есть какое-то тайное знание, которое знает группа людей и которое не знает остальные, более низшие адепты. В частности, так современные тоталитарные секты выстраивают свою работу. Что-то вот первого уровня люди, обычные адепты знают, что-то вот знают какие-то руководители среднего звена, а только верхушки доступны какие-то там откровения. В христианской церкви все мы равны, все мы братья и сестры во Христе, мы все частички тела Христова, и глава у нас Христос. Ну, тут можно все-таки опять вернуться и вспомнить, да нет, вот Господь апостолом что-то особое говорил, значит, и батюшки что-то такое знают, чего не знают миряне. Нет, никак священный сан, он не делает человека лучшим знатоком священного писания, богооткровенных истин. Именно поэтому бывают очень хорошие молитвенные батюшки, но которые не очень ориентируются в богословии, в библистике, а бывают ученые, профессор, которые, наоборот, будущим священникам и действующим священникам тоже самые курсы читают по библиистике, по святоотеческому богословию. В этом нет ничего удивительного. Именно потому что, если открыв Евангелие от Матфея 28 стих, и мы берем и читаем 19 и 20 стих. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Господь, помните, апостолом он все открыл, а людям еще не все. А здесь Господь говорит, вот теперь все, что я вам дал, идите и дайте окружающим людям. В какой момент тоже? Вот в крещении и дальше им открывая. Поэтому сейчас никаких особых знаний, которые закрыты для простого верующего человека, их нет. Если ты не крещеный человек, то, конечно, тебе надо принять святое крещение, осознанно изучая священное писание. Если ты уже внутри церкви, для тебя нет никаких ограничений. Понятное дело, что крещение не делает магически тебя носителем всех божественных знаний. Потому что мы помним, что Господь как говорит, идите сначала научите, потом крестите, потом продолжайте учить. И мы, соответственно, как люди, которые благодать от апостолов принимаем, тоже мы что-то изучаем о вере, принимаем крещение, если во взрослом возрасте, если в детском, то крестные обязуются. Вот мы будем деток там наставлять, помогать родителям, разъяснять веру к церковной жизни, приучать. Но дальше мы должны сами постоянно, постоянно вновь и вновь открывать Евангелие. И в общении с Богом через молитву тоже открывать вот для себя и познавать его такую таинственную сторону божества. В таинствах церкви Господь нам открывается вновь и вновь. Но, тем не менее, никаких ограничений нет уже для наших знаний. И никаких нет особых групп населения. Только мы сами себя можем отделить от Христа, если мы будем уклоняться от таинств церкви, и если мы сами закроем свой разум для евангельского благовестия. Поэтому, дорогие братья и сестры, ищем не каких-то особых знаний, ищем не каких-то особых носителей этого знания, а просто открываем Священное Писание, живем по нему, участвуем в таинствах церкви и наследуем Царствие Небесное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok